Дом номер 60 по улице Фурманова. В этом здании располагается швейная фабрика. И рядом с ней вот уже несколько лет стоит временное ограждение. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем нечто временное. В итоге уже не первый год и зимой и летом пешеходная дорожка сужена практически в два раза. Это невероятно неудобно, но жителям города приходится с этим мириться. Если в летнее время забор на жителей почти никак не влияет, то зимой дело обстоит куда хуже. Налить и большие комья льда и снега. Пройти здесь практически невозможно. Вы часто здесь ходите, нет? Каждый день. А вот он давно здесь стоит? Давно. Уже года два. Забор поставили, у нас отобрали пешеходную часть. Мы теперь ходим, когда здесь скользко, идем по дороге. А по дороге не страшно ходить? Страшно. А что делать? Ничего, я просто нормально прошла. Отвратительно. Вот ходим и мучаемся. Конечно нет. Ну, что делать? Наверное, сосулька боится, чтобы кого не убило кого. Вы часто здесь ходите? Ну, бывает, прохожу, да. И как? Удобно, вот особенно в зимнее время? Нет, конечно. Ну, скользко падает, но нагло, если упадет, тоже неприятно будет. Несколько лет назад на этом месте упавшая сосулька убила женщину. С тех пор и появился забор. Он хоть и спасает от падения льда с крыши, но доставляет другие неудобства. Люди порой выходят на проезжую часть, чтобы пройти этот небольшой участок дороги. Телефонный звонок в швейную фабрику никакому результату не привел. Сотрудники сообщили, что забором установила фирма «Голубая Ака». А дозвониться в эту компанию невозможно. Номер не существует. Номер не существует. Похожая ситуация происходит и на улице Театральная. В 2017 году с фасада одного из зданий осыпалась штукатурка. Теперь забор, съедающий пространство пешеходной дорожки, появился и здесь. От штукатурки и сосулек он действительно защищает. Правда, стоит он здесь как в зимнее, так и в летнее время. И возникает очень простой вопрос. Неужели нельзя отремонтировать фасады зданий? Но нет. Гораздо проще воздвигнуть уродливое строение, не обращая внимания на те неудобства, которые оно доставляет людям. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания, город.